Я бы хотел от вас услышать, как сделать так, чтобы из каждого бокса выпадало Лего. Или другой боец. Ой, опять это негдятина. Кому нужны ваши прилагательные? Странные вы какие-то, а что сразу не сказали? Давайте я вам раздам Wi-Fi и вместе рубанемся в Бравл. Марья Ивановна, здравствуйте. Извините за опоздание. Можно здесь на место? Здравствуй. Ты опять опоздал? А какова причина твоего опоздания? А, ну это, в Бравл дубасился. И что-то как-то время ну просто незаметно пролетело. Дневник на стол и садись на свое место. Тоже мне причина. Че сразу дневник на стол? Че сразу не? Как всегда. Ну вот не бывает у вас другой реакции никогда. Тара Ивановна, здравствуйте. Сорян за опоздуху. Можно я сяду на место? Здравствуйте. Опять опаздываем? Ну и какая причина вашего опоздания? Ха! А то вы не в курсах, да? Я ж с вами по сетке только что в Бравл Старс дубасился. Че, забыли? А, в Бравл Старс оигрался. Ну молодец. Садись. Только дневник на стол. Пятерку поставлю. За такую любовь к игре. Обожаю эту игру. Ха! Крутяк! Мы Бравлеры. Друг друга всегда понимаем. Тара Ивановна, ради пятерочки. Дневничок. Я даже с собой его взял. Дети, внимательно слушаем задачу. У Иры было 6 тысяч рублей. Таня одолжила у нее 100 рублей. Вечером этого же дня папа дал ей за пятерки 400 рублей. Мария Ивановна, ничего не понятно. Давайте вместо рублей яблоки или конфеты. Так понять не будет. Давайте лучше про конфеты, конечно. Закрой рот и слушай внимательно. Тогда все будет понятно. Ничего себе. Итак, ребятки, задача. Слушаем внимательно. У Иры было 6 тысяч рублей. Таня одолжила у нее 100 рублей. Вечером этого же дня папа дал ей за пятерки 400 рублей. Тара Ивановна, а нельзя что-нибудь понятнее, а не эти рубли? Да, понятнее что-нибудь. Да-да, Тарвановна, реально. Давайте попроще. Что-нибудь попроще. Ну, конечно. Совсем непонятно, да. Ну, ладно, давайте по-другому. У Иры было 6 тысяч кубков. В первый день она слила 100 кубков. Во второй день подняла 400 кубков. Сколько кубков у Иры? Ура! Ура, перемена! Почему вы бегаете? У вас что, физкультура? Перемена не для беготни. А ну, марш в класс. И повторяйте домашние задания. Всех буду спрашивать. Извините, Мария Ивановна. Хорошо, Мария Ивановна. А вас особенно. Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Ю-ху, перемена! О, здрасте, старый Иван. Не поняла, ребята. Чё бегаем? Вам чё, заняться нечем? Да нет, интернета нету. Деньги закончились. Странные вы какие-то. А чё сразу не сказали? Давайте я вам раздам вай-фай и вместе рубанёмся в браво. Что? Интернет раздадите? Так это же круто! Давайте! Ребята, кто мне скажет, на какие виды делятся имена прилагательные? Ой, опять это нудятина! Кому нужны ваши прилагательные? Да реально нудятина! Да-да, Затупин! Ты правильно всё сказала, га? Не поняла. Что это значит? Зачем это надо? А что бы ты хотел от меня услышать? Я бы хотел от вас услышать, как сделать так, чтобы из каждого бокса выпадал Олега или другой боец. Во-во! Я бы тоже хотел это узнать, ага! На, лайкосики тебя затупил! Он прав! Что? Неуд тебе за мечты! Дневник на стол! Дневник? За что? Угу! Итак, ребятки, тема прошлого урока. Повторяем. На какие шесть групп можно разделить героев Бравл Старс? Можно я! Можно я, Тара Ивановна! Приобретаемые закупки, редкие и сверхредкие. Верняк! А ещё мифические, эпические и легендаркие. Молодцы, ребята! Я так вами горжусь! Умнички! Всё знайте у меня! А сегодня на уроке мы узнаем, на какие виды делятся ящики Бравл Старс. Может быть, вы знаете и подскажете мне? Можно я! О-о-о-о-о! Так, ребята, кто меня назовёт героев легенд и мифов Древней Греции? Ахилл, Геракл. Ну, Ботанов! Ну, ты умён не на шутку! Персей, Одиссей. Персей? Персил? Чё, порошок стирали, что ли? Итак, ребята, тема сегодняшнего урока. Легендарные и мифические бойцы Бравл Старс. Кто мне назовёт мифических бойцов Бравл Старс? Ахилл, Геракл, Персей, Одиссей. Нет, нет, Ботанов, нет! Нет, Ботанов, я не про это! Ты что? Морти, Старо, Джин и Макс! Молодец, Затупин! Вот это мифические бойцы Бравл Старс. А кто мне назовёт легендарных? Ворон, Сэнди, Спайк, Леон! Молодец, Затупин, молодец! Самый умный у меня в классе! Так, так, ребятки, откройте дневники и запишите. Завтра родительское собрание на 6.30 вечера, чтобы никто не забыл и все были. Собрание, да, хорошо, записываем. 18.30 повторяю. Записали? Молодцы! Итак, ребята, открываем дневники и записываем. Завтра родительское собрание. Подождите, нет. Вечером сегодня будем играть по сети Бравл Старс. Я вам всем в чате напишу. И напомните своим родителям. Отличное решение, Тара Ивановна. Договорились. А вы, ребята, были на канале Масики. Подписывайтесь, ставьте лайки, много-много лайков. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить наше новое видео. Инстаграм, ссылочка в описании. Всем пока-пока! Батанова, у меня к тебе вопрос. Какое твое любимое блюдо? Любимое блюдо? Хм, наверное... Кулебяка. Фи, Батанова, ты чего выражаешься? Ты же умная! Тормозова, а ты не подскажешь, кто в рассказе Му-Му Тургенева не умел разговаривать? Конечно, знаю. Это же лодка. Каждый дурак знает. Ответ неверный. Герасим. Подожди, а лодка что, говорила? Ну, раз ты такая умная, подскажи мне хотя бы такой легкий вопрос. Чему равен корень из шестнадцати? Ты чё, совсем? Корни только у деревьев. И чтобы узнать их длину, нужно их выкопать. А я не работаю. У меня маникюр новый. Батанова, а ты уже думала, кем хочешь стать? Хм, я думала. И, наверное, астрономом буду. Астры хочешь выращивать? Ну, ты гения. А ты уже решила, кем будешь? Я уже давно решила. Я буду красивая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...